Как улучшить английское произношение? Сегодня поговорим о том, как избежать неловких пауз в разговоре. Привет, меня зовут Максим, и я преподаватель английского языка. Подписывайтесь на мой канал, чтобы регулярно получать полезные видео по изучению английского. Как часто при разговоре на английском вы не можете подобрать необходимое слово, чтобы выразить себя? В результате чего получаются паузы? Думаю, что это проблема многих людей, изучающих английский язык. Если вы также среди числа этих людей, не расстраивайтесь, ведь даже носители языка постоянно сталкиваются с этой проблемой, когда они не могут моментально выбрать слово, которое хотели бы использовать, чтобы завершить свою мысль. Сегодня я расскажу о трёх способах дать себе время подумать в разговоре, чтобы это звучало естественно, так, как это делают носители языка. Все эти способы достаточно просты. Итак, первый способ — это использовать звуки, такие как «эм» или «ээ» для того, чтобы заполнить паузу. Я думаю, что большинство из вас и так уже это делает, ведь эти звуки или подобные им есть практически в любом языке. По результатам исследований они обычно занимают от 6 до 10% каждой беседы. Представьте, что вы пришли в ресторан и хотите заказать, конечно же, «fish and chips». Однако слово «chips» вы немного призабыли. Официант спрашивает «are you ready to order?» А вы говорите «yes, fish and chips». Как видите, это достаточно простые звуки, однако их сложно заметить, потому что, например, на письме мы их не используем. Соответственно, некоторые изучающие язык запоминают их на каком-то подсознательном уровне, а другие же просто игнорируют, и в результате получается неловкая пауза или молчание. Итак, замечать эти звуки мы уже научились. Теперь наша задача потренировать их произношение. Я дам вам несколько примеров предложений. Советую после каждого предложения делать паузу и повторять. Второй способ – это немного растягивать слово, чтобы заполнить паузу. Вернемся к нашему примеру с fish and chips. Как видите, здесь все тоже просто. Главное не перестараться с этим растягиванием. Кстати, после растягивания слова обычно следует небольшая пауза. Давайте послушаем еще примеры и потренируем их. Кстати, подпишитесь на мой инстаграм, чтобы получать еще больше всяких полезных штук по изучению английского. И, наконец, третий способ, наверное, самый простой. Все, что нужно сделать – это просто повторить слово еще раз. Are you ready to order? Yes. Fish and chips. Вот вам еще несколько примеров. Слушайте и повторяйте. I think it's great. Don't forget to add salt to the risotto. I think it's eight, eight and a half meters long. So that was, that was incredible. Что ж, как видите, все эти приемчики выполняют две важные функции. Во-первых, они дают вам время подумать. Во-вторых, они делают вашу речь более естественной. Главное здесь – не злоупотреблять всеми этими методами. Кстати, на следующей неделе выйдет еще одно видео с советами о том, как улучшить произношение. Поэтому оставайтесь на связи. А как вы заполняете неловкие паузы? Делитесь примерами в комментариях и до встречи в следующих видео.